Что же мы все-таки хотим реформировать? Саму милицию или министерство? Мне кажется, этот вопрос не так звучит. Все-таки если мы исходим от того, что милиция стоит на службе у народа, то все-таки реформировать нужно милицию. Это первое. Второе, по поводу бюджета и отсутствия финансирования недостаточности. Но если мы говорим о том, и это есть в нашей концепции, о том, что у нас количество полицейских на душу населения превышает значительно европейские и мировые стандарты, ну кто-то качает головой, но мы можем посчитать. И даже в этой концепции там неправильно посчитано. Если разделить 200 с чем-то тысяч полицейских на 41-42 миллиона населения, их столько теперь, то это будет 500, даже а не 300, и не 222, как по европейскому. Так вот, если начать все-таки со структурных изменений, связанными, ну я так прямо скажу, сокращениями, то, по-моему, высвободится как раз половина этих бюджетных средств, которые могли бы быть использованы для реформирования, если таковое требует этого финансирования. Еще я хочу сказать, что один знаменитый американский адвокат сказал, что никаким количеством принятых законов нельзя заставить людей выполнять их. Поэтому вот этот фактор финансовый, бюджетный, мы все время говорим о том, что у нас на что-то не хватает денег, он далеко не главный в реформировании именно деятельности, скажем так, рядовых сотрудников милиции. Я не говорю за организацию управления их деятельностью. Поэтому все-таки вопросы, связанные не с организационными или административными моментами, а именно вопросы, связанные с кадровой политикой, с отбором, а потом и с ответственностью, реальной ответственностью сотрудников милиции за нарушение закона. Вот я считаю, что это главное все-таки для реформирования. И как бы вот на это в ближайшее время нужно уделить внимание. Иначе, если сейчас произошли в стране такие глобальные события, и опять некоторое время упустить, то все станет опять на свои места, я думаю. И уже дальше говорить о каких-то, так сказать, изменениях морали в работе полицейских будет трудно. Ну и еще что касается... Вообще вот какие самые главные недостатки работы милиции, которые, ну, с точки зрения людей, вот они самые бьющие в глаза. Это задержание, так называемое, а просто беспредел при лишении граждан свободы, да, и доставление их в милицию под разными предлогами. Второе, это связано с первым, конечно, это так называемое применение так называемого незаконного физического насилия, пытки, побои и так далее. И это начинается с незаконного задержания. И эти две вещи уж никак не нужно реформировать или изменять при помощи каких-то финансовых вливаний. Понимаете? То есть, естественно, здесь и правовая база какая-то должна, я имею в виду Министерство внутренних дел, а, допустим, в западной практике этого регулировано законом, эти вещи. То есть лишение человека свободы, оно должно регулироваться законом, а не какими-то инструкциями, которые до сих пор еще не разработаны. И последнее, по поводу, ну, как мне кажется, с точки зрения народа, населения, это коррупция. Ну, коррупция не та, которая внутри милиции, она не касается людей. Эта коррупция есть во всех органах. А коррупция, которая связана с вымогательством взяток у людей, и в частности у представителей бизнеса, которая, опять же, в некоторых случаях смыкается с незаконным задержанием и с испытками, в том числе. Вот. И вот эти вопросы я не думаю, что можно решить, вот, так сказать, при помощи финансовых каких-то мероприятий. Продолжение следует...